Меня зовут Артем Кравченко. Я в Лондоне уже давно, уже больше четверти века. Всю жизнь работаю в общепите и уже последние 11 лет свое заведение. Как раз посреди пандемии еще удрился открыть еще одну. Я все-таки являюсь частью русскоязычной среды Лондона однозначно довольно давно. Я знаю много кого. Просто за счет хотя бы количества лет, которые я здесь нахожусь, много возможностей и шансов было познакомиться с разными людьми. Я всегда это ценил, но я не думаю, что я стремился только в ней находиться. Всегда просто по жизни, мне кажется, и живя в Лондоне, особенно довольно часто попадают все-таки люди из разных культурных традиций, русскоязычных в том числе. В Лондоне, наверное, больше всего мне нравится, я думаю, история. Это то, что я лично ценю всегда в городах. И это ощущение, мне кажется, все-таки огромных пласта истории, которые здесь есть. И насколько этот город, я думаю, был в центре очень многих исторических событий, крупных всегда. И это все здесь как бы можно ощутить, просто гуляя по улицам. Все-таки, я думаю, помогает то, что это остров. И, к счастью, да, осталось много наследия есть культурного, интересного. То есть меня это всегда очень впечатляло и до сих пор впечатляет. Все-таки вот это прикосновение, наверное, к истории, да, к прошлому. Всегда любил Сохо, даже как бы раньше. То есть какой-то там, если взять там лет 20 назад, Сохо совершенно иначе выглядел. Там был гораздо более таким грязным, суровым и брутальным, чем сейчас. Сейчас все прилезали. Камден тоже нравился, особенно в молодости. Вот я всегда слушал, то есть ходил на концерты, то есть такой в плане рок-музыки и всего остального. Это мне всегда было близко, просто атмосфера. И, наверное, чуть-чуть, да, вот на восток, если брать, то Кларкенвал, где сейчас я второе заведение открыл. То есть я там раньше и работал, я там учился в Сити университете. То есть такой интересный тоже очень район, где много истории, поскольку он ближе все-таки к историческому центру Лондона, к Сити. Там, да, то есть я бы сказал, неожиданный интересный район. То есть о нем как-то никогда не подумаешь, но там много чего есть. Я на велосипеде катаюсь, поэтому я заметил вело, вот эта вся инфраструктура улучшилась очень сильно за последние годы, потому что раньше вообще, в принципе, не было никакой. То есть ездил как хотел по дорогам среди машин. Часто бывало травмоопасные ситуации. Ну и да, вообще, мне кажется, в Лондоне довольно удобно, особенно для приезжих, мне кажется, находиться. То есть многие музеи бесплатные есть. То есть для туристов я бывал в местах, где гораздо менее удобно находиться, менее удобно разбираться, как по городу путешествовать. Мне кажется, здесь очень хорошая такая навигация, хорошая транспортная сеть. То есть, в принципе, я думаю, любому человеку, даже не очень хорошо знающему английский, можем легко разобраться и передвигаться по городу и чувствовать себя здесь комфортно. А мне кажется, это главное для такого мегаполиса, скажем так. Здесь чего особенно нет, наверное, там на бывшем постсоветском пространстве, это все-таки классовость. Она здесь, мне кажется, очень сильно развита, даже по акценту, по тому, как люди говорят. И ты сразу понимаешь, примерно, к какому обществу человек относится. И здесь это столетиями уже формируется, и оно никуда не уходит. И это главное, наверное, отличие. Я думаю, сразу, особенно если ты только приехал, ты это не так сильно ощутишь. Но со временем ты понимаешь, что здесь это имеет большое значение. Ну, для кого-то для, для кого-то нет. Но, в принципе, это большая часть, мне кажется, английской культуры и общества. Лондон, так же, как и, наверное, большинство таких крупных городов по миру, они немножко отличаются от остальной страны, в принципе. Здесь очень космополитное все и совершенно иная атмосфера от другой Англии. То есть в этом, да, мне, наверное, в этом повезло, потому что я пожил и там, и тут. Я думаю, из моего опыта, да, было немножко, наверное, сначала сложно влиться в это общество. Да, первые пару лет особенно, я помню, было нелегко. Но потом, мне кажется, когда ты в него вливаешься, знаю, мне кажется, очень начинаешь находить даже, мне кажется, очень много схожего. Мне кажется, вот даже там, если брать там русскую или украинскую культуру, которую я знаю, то есть, мне кажется, я вижу очень много схожего. Потому что, получается, какая там своя местная культура, она вроде бы и большая, ее много, она есть, даже в плане еды. Но она не так сильно доминирует, наверное, как в многих других странах, если брать там какую-нибудь Францию, Испанию, где, мне кажется, местная культура во всех отношениях намного более доминирующая. И, соответственно, это мешает, наверное, созданию такого вот этого абсолютно, не знаю, смешанного и интересного общества, как сейчас в Лондоне есть. Ешь куда-нибудь во Францию, там все французское. Или в Испании все испанское, в Италии все итальянское. А то, если ты приезжаешь в Лондон куда-нибудь, мне кажется, или там в Киев, или в Москву, или там все, что хочешь, может быть. Мне кажется, вот за счет того, что, как бы, да, наверное, местная культура, она как бы, она сильная, но она не столь доминирующая. Это, может быть, да, делать немножко место поинтереснее, чем где-то.